Всем доброе утро! У нас что-то на улице такая жара. Ну как же жара? Не летняя жара, но прям тепло. Чарли в поисках кошек, а тут ни одной нет. Прям побежал туда с такой охотой. Подумал, наверное, сейчас всех кошек разгоню, а тут ни одной нет. Слушайте, ну с утра так тепло вообще. Будет день замечательный на сегодня, значит. В общем, все как обычно. В том же месте, в тот же час. И тот же вид. Классный. Сейчас клиентка приходила, француженка. Она по-испански тоже не бей, не мей, не кукареку. И поэтому, когда мне говорят, типа, несколько раз даже, не знаю, кто говорил, что типа, вот учи английский, и будешь всех поименемать. Помимо английского мне нужно учить итальянский, французский, немецкий. В общем, потому что, вот она францужка, а по-испански живет здесь очень давно. Она ходит ко мне 6 лет, наверное. И вообще, не по-английски, не почему, вот только по-французски понимает. и принесла мне вот такую фотографию, она всегда приносит. Вот. Я ей стрижку сделал такую же, но уложила я ее по-другому совершенно, потому что это, мне кажется, как говорится, ну, это не модно, скажем так. Чтобы никого не обидеть, или что вдруг у кого-то... Стрижка нормальная, просто укладка не очень. Поэтому я ее подстригла точно так же. Вот. Но уложила совсем по-другому, и ушла такая мадам, прям вообще. Хотя у нее, знаете, у французов тоже такой волос, практически у всех, очень тонкий, и такой вот, знаете, непослушный что ли. Ну, вот я ее уложила, нормально, с пенкой, все дела. И вот, ходит она ко мне редко, потому что она стрижется, может быть, раз в полгода. И вот так подстриглась, коротко приходит, потом вот с такой мкаре. Вот. И вот что-то мне вспомнилось, что типа, учи английский. Я говорю, ага, помимо английского, другие языки тоже надо изучать. Потому что вот она пришла, я ей пыталась объяснить, что вот это, она красивее вот этой фотки, да, ну, нифига у меня не получилось. Я ей по-английски пыталась, типа, beautiful, и все такое, и она, ааа, си-си-си-си, и, по-моему, она меня не поняла. Зато чаевые хорошие дают иностранцы. Вообще у нас тут много иностранцев живут, именно живут, не туристы, а живут. И они хорошие чаевые остались. Люди проходят. Вот, что хотела сказать. Все многие, кто здесь давно жил, постоянно жил, они как бы, как мы говорим, уходят вниз. То есть здесь как бы гора, да, и был раньше лет 50 назад, основной город, деревня была вот на этой горе. Сейчас все ушло вниз, к подножию этой горы. И все люди тоже уходят вниз, потому что здесь и улицы узкие, и машину негде оставить. В общем, да. И остаются здесь у нас одни, либо бабушки, которые вот, как скажем так, не хотят никуда уезжать. Либо вот, кстати, нет, приезжают семьи молодые, которые снимают здесь жилье, потому что оно, наверное, дешевле все-таки. Вот. И очень много туристов покупают себе, как вторая резиденция. То есть они здесь живут какое-то время. Три месяца, четыре месяца. Кстати, летом такие вот туристы, они не любят здесь находиться, потому что им очень жарко. И они уезжают в свои страны, в Англию, Францию, Италию. Потому что они говорят, нет, нет, здесь очень жарко. Они зимой здесь кайфуют, они все загорелы. Вот она пришла, она прям коричневая, шоколадная. Волос белый, седой. Ну, лет 50, наверное, ей 55. Ну, она шоколадная. Они вот любят развалиться на море. Для меня дубака, они вот развалятся и загорают. Или на своих террасах, потому что здесь каждый дом имеет большую террасу, там на крыше или еще что-то. И вот они там загорают. У меня сестра мужа, напротив, купили тоже иностранцы какое-то, ну, жилье. Мне говорят, целый день они там гоняют чаи в труселях, ну, в плавках там, или в чем там, в купальниках. И, говорит, загорают. Вот ведь любители позагорать. Меня хрен выпает. Я не люблю загорать вообще. Во-первых, загар мне липнет, а во-вторых, да ну нафиг, лежать вот так вот и загорать. Так. Всегда так. Дома так. На работе так, если я сяду. Если на лавочке, на улице сяду. Всегда так. Любовь моя. Мы уже дома. Крылышки буду делать на решетке. А под решетку у меня картошка. В общем, чтобы все это было, сок будет падать на картошку, потом через 20 минут положу еще кабачок. Я очень кабачок люблю. И будет, мне кажется, очень даже вкусно. И сделаю салатик из помидор, лука. У меня там есть еще укропчик. Авокадо сосрел один. В общем, салатика будет вкусненький. Салатик, салатика будет вкусный. Моя твоя понимать, да? Вот такие крылышки получились. Поставила еще на картошку на верхнюю полку, чтобы она поджарилась. А то она как-то под этими крылышками не особо поджарилась. А пока я буду себе накладывать. Ням-ням. Вот такой обед. У меня тут один кабачок, но только два кусочка таких картошки и салатик. Всем приятного аппетита. Чарлины волосянки. Все. Вроде бы чисто. Я сегодня иду в обратном направлении, потому что постоянно, когда мы вот сюда подходим, уже около шести, да, вот оттуда идет невоспитанная, самая невоспитанная собака в мире. Я вам про нее уже рассказывала. Про нее и про ее хозяйку. Какая-то она бешеная собака. Она вот некоторые там, да, бегут там, а это прям как лошадь такая. А знаете, с такой мордой агрессивной. А хозяйка, нет, она ничего не делает. Она ничего делает. Но тем не менее, она накидывается на моего Чарли. И да, делает. И вчера, вот, я иду такая, я сразу знаю, что мы в одно и то же время. Я его привязываю, ну, чтобы, если что, на руки быстро взять. И вчера прям, вот знаете, было много собачников здесь, прям, я не знаю, человек пять, и собак, наверное, шесть было. И вот только она прям такая, увидела моего Чарли, и прям бегом-бегом, такая это, и вот прям на ней рычать начала. Ну, я Чарли, естественно, вот так вот, за шкайрбок, и все, взяла. А она такая, ой, простите, несмотря на то, что я 15 раз говорила, я, что ваша собака агрессивная, моя собака агрессивная. Да, агрессивная. Ну, вот, сегодня решила избежать этих ситуаций, и пошла. Я обычно возвращаюсь по этой тропинке, а сегодня начинаю по этой тропинке. Так что, вот так вот. Погода замечательная, как, в принципе, и вчера. Можно и погулять. Даже сегодня, наверное, лучше. Солнце зашло за какую-то тучку, и можно нормально пройтись, без очков, хотя они у меня в кармане. А еще вчера произошла такая у мужа неприятность, неприятная, прям вообще весь день, весь вечер, как говорится, грустные ходили. В общем, он вчера приходит такой домой, вот, невеселый такой. Я, сейчас, в общем, приходит и говорит, я, говорит, собаку сбил. А он, знаете, тоже такой собачник, что, в общем, да, животных очень жалко. Я говорю, в смысле, как сбил? Ну, да, говорит, ехал, там темно, ничего не видно, ничего не это. И слышу, такой стук, говорит, и что-то непонятное. Ну, я, говорит, остановился. И там огромничная собака, говорит. Я говорю, и что-то ее насмерть? Нет, говорит, ногу сломал ей. У меня прям, знаете, сердце в пятки ушло. Я говорю, и что? И где она теперь, собака? Я знаю, что он ее бы сто процентов не оставил. Он говорит, я хотела ее, говорит, взять и это, в машину, ну, затолкать и к ветеринару отвезти. Ну, говорит, она такая огромная, рычит на меня. И, говорит, никак. Пришла, подошла женщина, вот, женщина, говорит, вообще к ней не могла подойти. Мы, говорит, стоим с этой собакой. Вот, я говорю, ну, и что ты сделал? Говорю, где она сейчас-то лежит, на дороге или что? Я уже, знаете, хотела встать, говорю, поехать как-то или что-то. Мне, мы позвонили полиции, вот, и, и, приехала полиция, в общем, ну, они проверили, чья собака, она, у нас должны все собаки иметь чипы. Если их нету, то штрафы, или, ну, в общем, нельзя без собаки, чтобы были без чипа. Но это, видимо, там такая зона, не в городе, и там, в общем, брошенная собака, в общем, ничья собака. Вот, и говорит, я говорю, ну, а где собака-то? Он говорит, там рядом есть этот приют собачий. Полиция позвонила в приют, приехали люди из приюта, и забрали собаку. Ну, у них там есть и ветеринары, и все дела. Вот. Я не знаю, даже не стала спрашивать. Он мне начинает рассказывать. Я говорю, да не рассказывай ты мне, а то я вообще не усну. Прямо перед сном все это. Помните, как-то было время, я собакам еду готовила. Вот он мне постоянно там, где он раньше работал, там был как бы, мужчина, но он безответственный, не особо ухаживал за собаками. В общем, я ему еду готовила. Вот какой-то трактор стоит непонятный. Сейчас, в общем-то, расскажу. И, в общем, мой муж, он мне оставит собаку там, чтобы она валялась вот так, непонятно что. Вот. И, ну, что, вот, ну, отправили эту собаку туда. Вот я, и я, и я, он приходил с работы, и мне начинал рассказывать, что там за ним плохо ухаживали. И я говорю, да не рассказывайте мне, потому что, говорю, мне так их жалко, что просто, что просто я потом не усну, буду думать. В общем, да. И вот он начинает рассказывать, я говорю, блин, говорю, да не рассказывайте мне, как ты ее сбил. Он говорит, ну, она такая здоровая была. Я говорю, с ней даже не мог, она еще рычит. Да что же здесь такое-то вообще? Машины какие-то, тракторы. Сроду никакого не было. Сейчас какое-то прям супердвижение. Вообще. Посмотри еще, воню сюда. И полиция ему сказала, вроде бы, если какую-то бумажку дала, если, говорят, у машины какие-то там вмятины или что, вам типа оплатят. Ну, оплатят. Он говорит, а кто мне будет что оплачивать? Типа, это же ничейная собака, мне что, приют будет оплачивать? Да и там, говорят, ничего и не случилось. Почему так вот? Ну, вечер был, как говорится, испорчен. Я вот про эту собаку думала. Сейчас приду, спрошу, ходил он, не ходил. Так что, вот так вот. Ну, хоть в приют забрали там. Наверное, оказали какую-то помощь или что. Главное, что не бросил где-то там что-то валяться. Я, кстати, видела пару раз тоже, как люди сбивали собак. Есть тут вот такие пары зон, что, ну, как вот, типа вот таких, знаете, собаки охраняют, но они, не знаю, или убегают, или что, и могут пересечь дорогу. В общем, пару раз я видела, что лежала собака, около нее стоят люди. Ну, то есть, они ее сбили, они остановились и ждали, видимо, какой-то помощь, потому что они ее гладили вот так вот или еще что-то. То есть, не так вот сбил и поехал, фиг с ней. Пускай, типа, лежит, подыхает. Нет, они их забирают, и вот, и я говорю, а я ему сразу говорю, муж, говорю, я знаю, где четыре собаки есть брошенные. Может быть, говорю, это нормальный приют, может быть, это, ну, сказать, чтобы, что там собаки есть. Я говорю, правда, мы все туда еду им носим. Говорю, там очередь стоит из еды, они такие все упитанные. Он говорит, пускай лучше тогда на свободе живут, чем в приюте, раз их кормят, поят. Но он в какой-то, в каком-то смысле и прав, потому что они там, видели, я постоянно показываю, на солнышке загорают, еду им носят. В общем, фиг его знаешь. Очень жалко их. Ну, вы знаете, что я жалостливая. Гляньте, какие облака. Это зависит от того, что ветер, вот, наверху, скажем так, ветер, и вот такие вот создаются облака красивые, правда? Смотрите, они везде. Шикарные. Класс. В общем, вот такая неприятность произошла вчера. Очень жалко, очень грустно. Но это, как говорится, бывает, что с этим не поделаешь. Смотрите, собирали шпинат. Смотрите. Горы шпината. Просто вот так валяется. И вот тут много. Слушайте, может нарвать? А? Я сейчас нарву. У меня как раз закончился шпинат. А что, это поле уже, как говорится, изуродовано. А он хороший шпинатик. Ну, так вот. Сходила в магазин. Люди сейчас посмотрят, скажут, какой маленький пес и сколько много он какает. Ну, да. Посмотрите, у нас на улице какая температура. Вот это, 27, 35 влажности и дома 17,7 64 плацентной влажности. Это пипец какой-то на улице. Жарища. В прямом смысле. И ветер жаркий. Прям вот, знаете, буквально часов около шести прям ветер сменился и прям началась такая жара. Я, я из-то, белая, да? Я так с спортзала пришла, масочку по дороге нанесла. И что? А кто меня видит на улице? Да даже если видит, наплевать. В общем, сейчас открою дверь, чтобы комната согрелась. Говорит ему, что погода будет даже повышаться. Что надевать, вообще не понимаю. Ну, что-нибудь надену. Так вот, 21 градус в полдесятого вечера. Прикол. Тепла. Крылышки отправляются. У них, смотрите, дня на три хватит. А еще прикол. Мне вчера, значит, муж дома не ел, он пошел к сестре, потому что у них там были колес. Ну, это типа наших чей с капустой. Вот такой суп делается. Вот. И он, значит, пришел домой. Такая, а я ему говорю, а мне чего не принес? Говорит, тебе же не нравится. Я говорю, здрасте, как это мне не нравится? А, тебе же, говорит, не нравится это, как называется, тыква. Вот. Я говорю, ну да. И все, и забыли. А сегодня такая заходит, слышу, заходит, и Чарли говорит, Чарли говорит, я маме еду принес. Он съездил в этом, к сестре, и привез мне, в общем, вот эти колес. Вот тут. Там мясо еще есть. В общем, представляете, сестра передала. Так что, еды хватит, наверное, до понедельника. Еще эти крылышки, они такие вкусные. Но, мой ужин будет состоять из вот этого друга. Сейчас я его разрежу. Он такая большая, пиння. Поэтому говорю, она. Потому что, это пиння по-испански. А пиння по-испански женского рода. Чтобы мне не говорили, ананас, это мужского рода. В общем, вы поняли, да? Так что, вот таким будем ужинать. На улице вообще жара, жара. Открыла даже дверь. Я говорю, давай, я мужу говорю, дверь открою. Он говорит, нет, сквозняки, простыни. Но я в спальне все равно открыла, чтобы прогрелась комната. Вообще, пипец. Так, а что это такое? Он ему уже навалил. Йогурт, наверное. Ты йогурт? Да. Сейчас пойду вставлять. Не люблю, когда Чарли вот так вот в этот накладывают. И вообще, йогурт, он сладкий у мужа. Поэтому пойду поругаю. Но нельзя собаку кормить всякой фигнёй, тем более, если ему не нравится. Вот что теперь выбрасывать? С другим собакам отнесу. Ладно. Всего вам самого наилучшего. Встретимся завтра. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok